Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Наступает весна и даже если бы мы забыли об этом, наши растения нам всегда об этом напоминают. Вот я сейчас вам покажу моего второгодника оранжевого гномика. Это карликовый перец, который я выращивала вот в таком вот ведерке и осенью заносила. Оставила его для того, чтобы хорошо вызрели семена. И самые последние завязи, они были зелеными, когда я занесла. Я оставила для того, чтобы они покраснели, дожили до своей биологической зрелости и засохли. Потом я хотела это все выбросить, землю подновить и на следующий год снова посадить. Поставила его на окошко, благополучно о нем забыла. Ну вот видите, как растения чувствуют приход весны, даже если они вот у нас находятся с закрытыми, закупоренными в помещении. Некоторое время назад перчик стал быстро обрастать. И некоторые люди уже заметили, когда я его поставила на стол во время видеосъемок, что на нем так много зеленой листвы, он как бы у него началась вторая жизнь. Вот я его называю второгодник, оранжевый гномик. То есть это второй год существования. Я немножко вот сухие здесь убрала, чтобы эстетически было он немного покрасивее. Но вы видите, вот эти старые перчинки, они так и остались, я не стала их убирать. Но он набрал столько бутонов, цветы уже зацвели. Как растения чувствуют приход весны, он уже понял, что скоро будет тепло. И если он зацветет, вероятно, если будет много красивых листиков, то хозяйка его пожалеет, оставит на второй год и выставит его на улицу. Вот это и будет сейчас. Вот видите, все-все эти веточки, мало того, что их наросло очень много, вот давайте я вам покажу, где были старые. Вот видите, был старый куст, все, он тут засох, прекратил. Вот она, макушка прекратила свое существование. И у него как бы вот эти пасынки начались так же, как у томата, выползать со всех щелей боковые пасынки. Он так раскустился, и он приобрел почти такой же вид, как вот был летом, такой густой, зеленый. Сразу скажу, никаких подкормок ему не делала, зимой его почти не поливала, он стоял такой забытый, заброшенный на подоконник. И как только начал наращивать вот эту новую зеленую массу, я начала его поливать. Просто полила, прорыхлила, ничего больше не делала, потому что я не предполагала его оставить на второй год. Но теперь мне даже самое интересно, даст ли он второй раз такой же урожай, как первый раз. Ну, судя по количеству бутонов, видите, вот эти шишечки, это все бутоны, то будет очень много завязи. Я где-то читала, что вот эти все перцы, привезенные к нам из других стран, из жарких, что они многолетние, и там, где тепло, они растут много-много лет, вырастают, как деревья у них, одервеневает вот этот вот основной стволик. Вот посмотрим. Так что оранжевый гномик первый мне просигнализировал о том, что весна-то уже, можно сказать, вот стоим на пороге весны, что уже все растет, растения хотят уже просыпаться, хотят дальше жить, хотят плодоносить. Все. Поздравляю всех с наступлением весны. Полюбуйтесь на это чудо, которое расцвело уже.